Я думаю, что по ёлке очень сильно заметно, насколько она высохла, потому что её теперь ветки делают вот так. Всем привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы вам рассказать о том, какие девочки мне нравятся, ну в смысле девочки-блогеры. Вы очень давно просили снять такое видео, рассказать о тех, кого я смотрю. Я решила, что я лучше разобью эти видосы, например, как вот одно видео будет про девушек-блогеров, второе видео будет про мальчиков-блогеров, которых я смотрю. Ну и третье, это зарубежный блог. Но я сейчас просто хочу поделиться своим новогодним настроением, так сказать, которое у меня ещё продолжается. Я не знаю, как у вас оно продолжается или нет, но видите, у меня стоит ёлка, и мне её дико жалко разбирать. Ну потому что жалко его, но... Ну, так необычно, когда в дерево стоит дом. Итак, у меня сегодня 20 девушек, которых я смотрю. Но на самом деле это видео получилось очень длинным, и поэтому, как обычно, по своей традиции, я решила разбить видео на две части. Вторая часть выйдет чуть позже. Либо смотрю «Время от времени», либо... Ну, короче говоря, за их успехами и карьерой на YouTube я постоянно, короче, палю. Палю, да, вот и палю. Первая в этом списке – Кати Клэп. С ней я даже умудрилась познакомиться ещё на OpenWeb, это был 2012 год, если я не ошибаюсь. Про OpenWeb буду рассказывать отдельно, что это за организация, что мы там делали, к чему хотели прийти, какие мероприятия мы там устраивали. Тогда Катю ставили в пример. Тогда была только Катя, и был только Рома Желудь. И те, и те, конечно, там тусовались, и приходили туда, и мы с ними общались. У меня не было тогда вообще мысли снимать какой-то видеоблог, но были предпосылки, были друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, и которые, в принципе, мне время от времени ещё тогда предлагали что-либо делать. Но Катя Клэп, пожалуй, одна из всех блогеров, которая более, как это скажем, более лояльно относится к публике, которая не любит скандалы, конфликты, которая старается уходить от этой тематики. И этим она очень сильно симпатизирует очень многим. Тем более мне очень нравится, как она работает с рекламодателями. У неё всё настолько чётко простроено, настолько слаженно простроено, что хочется поддерживать политики. И я считаю, что Катя очень правильно поступает, и правильно... Причём Катю Клэп я начинала смотреть ещё и ранее, ну просто, знаете, как такое бывает, когда ты не в теме, открываешь видео, просматриваешь и думаешь такое, ну да, прикольно, ну и ладно. Вот, а потом уже в 2014 году я втянулась в видеоблогинг, и мне это очень сильно понравилось. Ещё одна девушка, которая мне ранее очень сильно импонировала, это Лиза Мадрид, и мне нравятся её шутки, мне нравится следить то, как она растёт. Конечно, я не совсем согласна, что она делает, как она себя ведёт периодически, потому что те, кто узнает, те, кто следят за её карьерой, знают, какие штуки она выкладывает в сторис иногда. Но, как говорится, кого-то порицать и кого-то обсуждать я не хочу, это некрасиво, это её жизнь. Но, в принципе, из-за Лизы я тоже смотрю, и мне интересно, что будет дальше, вот этот именно момент, а что будет дальше. Про Диану Элис я узнала совершенно случайно от всей истории с Русланом Соколовским, которая была в прошлом году. Диана Элис, как я понимаю, бывшая девушка его, которая ему очень сильно помогала на судах и так далее. Мне, то есть, я не совсем согласна с тем, что снимает Диана, но мне нравится её подача, как бы такая свысока, тра-та-та. Я бы в таком стиле снимать не стала, потому что это, ну, не совсем моё, но почему бы не посмотреть, не последить, потому что все люди разные, и все блогеры тоже разные, и кто как себя держит, как подаёт, это тоже, как бы, ну, это интересно, за этим наблюдать. Диана есть у меня в друзьях, вот, я периодически смотрю её стримы, и мне очень нравятся её провокационные ролики. Те, кто у меня сейчас спрашивает, смотрю ли я Сашу Спилберг, да, смотрю, но мне больше всего нравится в её роликах это монтаж. Я знаю, что она уделяет монтажу где-то примерно до 11 часов, и это видно по её роликам, это действительно очень бывает прикольно, интересно. Да, некоторые ролики слишком детские, но именно сама постановка в кадре, то, как всё происходит, именно по качеству, конечно, у Саши выигрывает многих других блогеров. Машу Новосадзе я смотрю 40 тысяч её подписчиков, она меня привлекла именно своей искренностью, именно своей манерой держаться в кадре, то есть все ролики, допустим, там, собирайся со мной, чайный блог, её поездки. Я обожала видео, которые она выкладывала из Штатов каждый день, когда она поехала туда по обмену. Это было очень интересно, потому что я люблю Америку, и мне, лично, мне это было очень интересно смотреть. Также я смотрю Машины видео, которые она рассказывает про косметику, показывает какие-то новинки и так далее. В принципе, я не могу тебя там назвать каким-то бьюти-блогером, но косметику я периодически посмотрю, и мне это очень нравится. Так как у Маши сейчас больше 500 тысяч подписчиков, я очень за неё рада. Кстати, я очень часто её снимала на разных мероприятиях, вот, снимала как фотограф, как для своих влогов. И, кстати, очень хочу показать вам некоторые её встречи, и они тоже бывают очень, ну, таким прикольными. Кристина Кейп. Я не знаю, почему я выделила её именно вот в середине, как бы, своего ролика, но просто она, как я вспомнила про неё. С Кристиной мы познакомились в 2015 году в Перископе, когда он ещё был на пике своей популярности. У неё были очень зажигательные трансляции, очень весёлые, очень прикольные. И Кристина, значит, знаете, у неё такое чувство юмора, что иногда как-нибудь ляпнет, это прям хоть стоя кульпат, но это реально смешно. Но у Кристины более взрослый контент, то есть у неё и шутки более взрослые, это не аниме, это не Юля Пушман, Ну, то есть девчонка уже такая, как бы, с таким взрослым юморком, иногда с чёрным юморком, но смотреть прикольно. То есть тут, как бы, там есть мат, сразу говорю, но я уверена, что как с человеком тоже хорошая, мы ни разу не виделись в жизни. И я надеюсь, что когда-нибудь мы с ней сядем и снимем какой-нибудь прикольный видос. Свету Daydreamer я нашла, когда у неё было 80 тысяч подписчиков, и она меня привлекла своими синими волосами. Вот, это вот, как бы, отдельная история, я очень люблю яркие волосы. Она также есть у меня в друзьях, я очень часто смотрю её стримы. Мне нравится, когда она начинает мелькать, там, с Лизкой и с другими блогерами, то есть все эти коллаборации, это всё так прикольно. И мне также нравится её видео. И знаете, чем она привлекает? Она очень любит путешествовать и жить не на одном месте, то есть больше месяца она как-то переезжает. Именно этим она тоже так же цепляет, и мне интересно, где она будет жить дальше. То есть этот момент, а что будет дальше? Милену Чижову, это отдельная история, Милешку, с ней можно либо соглашаться, либо не соглашаться, либо любить, либо ненавидеть. Я к ней отношусь, честно говоря, нейтрально. Я от неё отписывалась, наверное, раза 3-4, я потом подписывалась обратно. Я просматриваю сторис в Инстаграме её, ещё что-то. Конечно, там некоторые вещи есть, с которыми я не согласна, и как бы я такого в жизни не сделала, но как-то не знаю. Я периодически посматриваю Милену. С Юлией Пушман начались лично мои съёмки, потому что я открыла её видео, что у меня в сумке. Потом вспомнила, что я была знакома с Катей Клэп, и я решила, думаю, так прикольно всё это смотреть, когда люди что-то рассказывают в кадре. И это случилось именно на видео с Юлией Пушман, и именно с тех пор я начала уже снимать сама. Поэтому у меня какие-то такие тёплые ассоциации с Юлией Пушман, хотя я прекрасно знаю, как мне относится публика, как просматривают ролики некоторые, как некоторые её не любят и так далее. Но это, вы знаете, такое тёплое воспоминание, которое осталось именно из того времени. И вот оно до сих пор как бы не отпускает меня, понимаете, вот идёт оно со мной, и всё. Так что я помню все ролики с Юлией про дачу, про челленджи. Даже я помню те ролики, которые она снимала через день и выкладывала на свой канал. Я даже помню то время. Свасти Джи. Отдельная моя такая, так скажем, симпатия очень большая, потому что в 2015 году, когда у Свасти в январе месяце было 17 тысяч подписчиков, я случайно наткнулась на её канал. Потому что её видео были предложены, я постоянно их, ну как бы, думаю, что такая за девочка, почему она у меня попадает всё время. Потом я решила посмотреть, и она мне настолько тогда понравилась, что я решила пересмотреть все её ролики, то есть всё то, что она делала. И камин, когда она сама изготавливала, и когда она выбирала новогоднюю ёлку в 2014 году, то есть с 2014 на 2015. Я просмотрела все её ролики, они мне дико понравились, они мне показались дико уютными. И я помню, когда у неё наступал первый миллион, я сама лично обновляла страницу каждый раз и смотрела, и радовалась за неё. И я помню, когда у неё было 900 тысяч подписчиков, 950, они набегали, набегали, набегали. И это произошло благодаря видео, которое она снимала про 100 слоёв лака на ногтях. Я прекрасно помню тот момент, я радовалась, как будто это у меня миллион подписчиков, они у неё ходили, тут все друзья показывали, ну показывали счётчик. Говорю, смотрите, смотрите, как у Свасти набегают люди, это было очень круто. И к Свасти у меня вот такие же вот такие тёплые воспоминания. К сожалению, Свасти не снимала видео, я не знаю, может, когда я выложу это видео на канал, Свасти уже выйдет какой-то ролик. Но с нового года она пропала на три недели, и для меня это странно, потому что она обычно очень часто вкладывает ролики с промежутком там 2-3 дня, а тут она потерялась, и прям что думать, я не знаю. Может, на кого-то вы подпишетесь, может, уже на кого-то вы подписаны, скорее всего, так оно и есть, потому что здесь в основном собраны очень именитые топ-блогеры. И я бы хотела вам сказать большое спасибо за просмотр. Всегда ваш Гром Наташа, увидимся очень-очень скоро. Пока!